Привет, с вами Велосоком. Сегодня я расскажу вам о часах, а не простых, а умных от компании Casio G-Shock GBA 400. Кто следит за мной на канале или в инстаграме, уже видел их не раз. Они достаточно интересные фиолетовые расцветки, но классное в них то, что они работают от Bluetooth 2 года. И при этом конкретно эта модель, она с музыкальной направленностью. Что с ней можно делать, мы скоро узнаем. Подключайте ее к своему смартфону и у вас все замечательно. А самое крутое, что это первый обзор на канале Велосоком в 4К. Давайте посмотрим, что получится. Поехали. Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru Для начала откроем коробочку. И хотя ничего особо интересного у нас здесь не ждет, мануал, какая-то сервисная информация, самое важное это непосредственно коробка с G-Shock. Она больше похожа на упаковку леденцов, но в этом весь кайф. Внутри находятся сами часы, которые вы уже видели. Наш сегодняшний главный герой это G-Shock GBA 400. Как вы уже, наверное, догадались, в этих часах используется Bluetooth последней версии с протоколом Low Energy. На одной батарее они проживут до двух лет. К сожалению, iPhone пока таким похвастаться не может. Конкретно в GBA 400 мне нравится сочетание аналоговой и цифровой версии. У нас как есть обычный циферблат, так и два экрана, которые многофункциональны. В данном случае они отражают дату и время, но также могут показывать, например, название трека. Для того, чтобы активировать умные функции, у нас есть два приложения. Первое G-Shock Plus, которое понадобится нам для подключения наших часов. Выбираем из списка GBA 400. Далее тут у нас маленькая инструкция. Нажимаем кнопочку, включаем Bluetooth, включаем. И он их сейчас должен найти практически на ваших глазах. Это происходит... да, новые часы найдены. И второе приложение G-Mix, которое позволит нам активировать и настроить кнопки. И в том числе, например, искать музыку. Вы можете использовать SoundHound, но, к сожалению, никаких микрофонов на самих часах нет. Для этого потребуется телефон. Но нажать кнопку на часах намного быстрее, чем доставать устройство из кармана, когда вы слышите крутую мелодию, а она может через 5 секунд закончиться. Здесь время очень важно. Ну и, конечно, здесь, на самом деле, очень неплохой сам по себе плеер. Позволяет переключать треки. Крутой эквалайзер. Хоть и выглядит немножко олиповато, на мой вкус. Ну, так сопоставим с общим дизайном G-Shock. На самом деле, свою функцию выполняет. И, конечно, медиатеку, библиотеку берет из ваших композиций iTunes. Говоря о дизайне, такой классический G-Shock найдется и его покупателя. Кроме дерзкого фиолетового, есть и более демократичный черный цвет. Ну и, конечно, часы выполнены полностью из пластика, даже застежка. Единственный железный элемент – это задняя крышка. Ну и мне очень понравилось это колесико, которое вскоре появится в Apple Watch. Здесь оно тоже есть, в том числе аналоговые стрелки. Ну, все это вместе очень забавно выглядит. Мне, по крайней мере, дизайн нравится. Сейчас подобный в очень крутом тренде. Так что имейте в виду. Единственный минус, который я обнаружил в GBA 400 – это подсветка. Вот так это выглядит. Ну, конечно, в темноте чуть лучше, но в целом она что есть, что нет – достаточно бесполезная штука. К сожалению, я не смогу вам показать именно музыкальные функции. Вернее, показать смогу, но музыка играть не будет из-за того, что есть определенные ограничения на YouTube. Это не прикольно, поэтому придется поверить мне на слово. Все кнопки настраиваемы, можно менять их функционал. И вы знаете, самое интересное, что Casio пошли по такому пути. Под каждой задачей свои модели часов. Помните, я вам рассказывал про STB1000, где есть уведомления, более такие смарт-функции. Здесь музыкальные, есть еще другие. Мне кажется, это прикольно. Таким образом, вы сможете выбрать то, что интересно именно вам, и не платить за то, что вам не нужно. Ну и часы – это такой персональный девайс, который хорошо бы менять под конкретные задачи, под конкретный стиль одежды. Так что здесь это назвать минусом или придраться будет очень и очень сложно. Ну что ж, вот такие прикольные часы от Casio. Мне они понравились по нескольким моментам. Во-первых, это G-Shock, соответственно, они противоударные, пылевлагостойкие. Конкретно эти очень веселого фиолетового цвета. И дизайн у них забавный за счет того, что есть стрелки. Ну и, конечно, Bluetooth, работающий два года. И музыкальные функции – это тоже очень-очень прикольно. Стоят они около 12 тысяч рублей. Но не отчаивайтесь для вас от компании All Time, которая мне предоставила эти замечательные часы на тест. Будет действовать специальный промокод. Проходите со скидочкой, покупайте. И у вас все будет здорово. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные штуки. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Twitter, Instagram. До новых встреч. Пока.